Это программа День с толком. Студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Четвертые сутки в Егоревском районе борются с огнем. Люди объединяются для помощи огнеборцам. Вторая реставрация машины с почти вековой историей. И она все еще на ходу. В техническом музее открыли памятник легенде ЗИС-5. Почем ягодка? На рынках начали торговать летними витаминами. Четвертые сутки крупный пожар бушует на Алтае. Огонь прошел уже 9 тысяч гектаров. При этом в регионе сегодня сильный ветер, что может еще больше усугубить и без того сложную ситуацию. Край ждет поддержки от федерального центра, а люди начали объединяться для поддержки огнеборцев. Вот такие жуткие кадры огненной стихии. Сейчас это самый крупный лесной пожар в регионе с начала пожароопасного сезона. С ним борются и с воздуха, и на земле. Для огнеборцев неравнодушные граждане собирают воду, продукты и средства первой необходимости, говорится в информации, которую опубликовал сегодня телеграм-канал «Инцидент Рубцовск». Сообщение активистов говорится в частности. Собрали то, что необходимо ребятам, работающим в пекле. Консервы, питьевую воду в большом количестве и многое другое. Инициаторы данной акции увезли все это к ближайшей точке, откуда пожарные могут все это забрать. Приятно, что у нас много неравнодушных людей, готовых помочь. В акции участвуют не только жители Рубцовска, но и Егорьевский, Волчихинский, Новичихинский, Угловский и многие другие районы. Напомним, правоохранители не исключают, что пожар мог произойти из-за поджога. Заведено уголовное дело. А между тем, люди, особенно жители степных районов, очень надеются, что усмирить стихию поможет погода. Но пока, по прогнозам синоптиков, возможны лишь локальные кратковременные дожди. На расстоянии 10 с лишним километров от лесного пожара находится крупный детский лагерь «Юность», в котором сейчас отдыхает 800 детей со всего края и других регионов страны. Оздоровительному учреждению ничего не угрожает, но губернатор края, который на днях посетил четвертый по величине лагерь России, поручил уделить особое внимание безопасности детей. Разные танцы, флешмобы, спортивные и другие занятия. Жизнь в юности по-прежнему насыщена, и число отдыхающих с момента заезда здесь не изменилось. С учетом персонала в лагере сегодня находится порядка 900 человек. 755 из них – дети. И вопрос безопасности, конечно, на особом контроле. В первый же день лесного пожара, который хоть и виден, но находится не близко, за 10 с лишним километров, были взяты пробы воздуха. Сегодня в Роспотребнадзор брали анализы воздуха. У нас все хорошо. Задавление, единственное, мы видели вчера. Сегодня обстановка спокойная. Качество воздуха вблизи юности по поручению главы региона Роспотребнадзор будет контролировать усиленно. Глава региона обратился также к руководству лагеря с просьбой уделять безопасности детей особое внимание. Вы дежурите, чтобы никто сюда не был. Отметим заезд детей в другой лагерь Егоревского района «Золотая рыбка» из-за пожара отложен на неопределенный срок. Елена Макаренко, День с толком. Сегодня день памяти и скорби. 82-ю годовщину с начала Великой Отечественной войны в Барнауле возложили цветы к мемориалу славы. Отдать дань уважения мужеству и героизму советского народа пришли руководители правительства края, администрации города, депутаты КЗС и Барнаульской городской думы, ветераны. 22 июня, 82 года назад, началась самая разрушительная, жестокая и кровопролитная из всех войн Великая Отечественная. Фашистская Германия напала на Советский Союз. На защиту страны поднялся весь народ. 1418 дней и ночей наши люди, наше население, проявляя мужество и героизм, защищали нашу родину, наше государство. Все ребята были самоотверженными патриотами. И я хочу, чтобы каждый из нас это помнил. Цветы к мемориалу возложили сегодня губернатор края Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк и другие. Подобные нашей церемонии 22 июня проходят по всей стране, вспоминают трагические события, случившиеся 82 года назад и чтят память невернувшихся с войны героев. Дмитрий Дроздов, День с толком. В Барнауле в День памяти и скорби открыли памятник машине легендарному ЗИС-5. Авто с историей водрузили на постамент на территории Алтайского технического вуза. На открытие памятника побывала и наша съемочная группа. Легендарный ЗИС-5. Авто грузоподъемностью 3 тонны, чего его так и прозвали трехтонник. Машину начали собирать в 1933 году. С началом войны производство авто сделали более простым и дешевым. Вездеход-грузовичок стал спасением на фронте. Ветеран войны Семен Толмачев вспоминает, как у Днепра советская машина дала фору импортной. В песку эти машины американские не могли пройти. А генерал стоял рядом и говорил, когда зашла эта машина на песок, он говорит, это отечественная машина, она выйдет сама. И она вышла. ЗИС выпускали с 1933 по 1948 годы. Но надежные и прочные модели марки встречаются в России до сих пор и не только в музеях. Эту машину в 80-х нашли у дворе технического вуза. В рамках дипломных работ студенты поставили ее на колеса. Через 30 лет техника пришла в плачевное состояние. И в этот раз над ее реставрацией несколько месяцев трудились заключенные из правительной колонии номер 3. Там все есть и включая двигатель, только мне нужна небольшая наладка его и не более того. Больше того, что он мобильно снимается. То есть это автокран и быстро поехали. Кстати, он приехал-то практически своим ходом. Весь год машина будет на постаменте на территории вуза. Напоминать о гении технической мысли. А на следующий день победы в университете планируют вывезти ее на парад. Те же планы на будущее 9 мая и у ветерана Семена Толмачева. В свои 97 он лишь недавно, по совету детей, перестал водить машину. Зато активничает на огороде, курирует семейные стройки. А еще любит читать публицистику, исторические, художественные книги. Я иногда до полночи читаю так. Да вы что? Да, пока без очковы, живые и мертвые. Я их читал и еще сейчас уже второй раз стал первую книгу. Я, допустим, где-то на каком-то фронте. А другого фронта, а здесь описано, значит, так. Уже совсем другие вопросы. А еще обязательно читает новости. Несмотря на возраст, Семен Петрович хочет быть в курсе происходящего в стране и обдумывает все события. Уже много лет как нет в живых его сослуживцев, но даты, причастные к Великой Отечественной, для него памятны. И проводить их он стремится в окружении единомышленников и семьи. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Барнаульцам вручили награды за оказание помощи бойцам и гражданскому населению во время проведения СВО. Каждый внес и продолжает вносить свой значительный вклад. Кто-то собирает средства на обмундирование, военную технику и дроны. Другие плетут маскировочные сети, закупают медикаменты и продовольствие для защитников. Подробности в сюжете. Добросовестный труд и неравнодушие объединили жителей Алтайского края в эти непростые времена. Спасибо вам большое за вашу поддержку, за поддержку наших сыновей, которые плечом к плечу вместе со страной выполняют свое профессиональное предназначение. Помимо помощи мобилизованным гражданам и воинским частям, барнаульцы активно участвуют в поддержке жителей и восстановлении инфраструктуры новых территорий. Конечно, в вашей помощи нуждаются и гражданские люди, которые находятся в той ситуации, которую мы с вами сегодня видим. Повториться, конечно, это ваше благородство. Как оценить ту помощь, которая сегодня поступает от жителей? Эти все поступки бесценны. Кстати, численность благотворительных организаций и волонтеров увеличивается с каждым днем. Сегодня у нас порядка 9 тысяч человек, которые по всему Алтайскому краю, и не только по Алтайскому краю, и по России есть у нас, и на Дальнем Востоке есть, и в Москве, и в Питере, и в Белгороде есть, в Воронеже есть наши ребята, которые с нами вместе работают, помогают. И это очень хорошо видно, когда мы, допустим, наша машина едет вот буквально сегодня, в ленте наших новостей была информация о том, что в Отрадном мы оставили УАЗик для питерских ребят, а питерские ребята сегодня подошли и забрали, потому что наши машины пошли дальше, сегодня они за ленточкой. На мероприятие участникам вручили награды правительства Алтайского края, администрации Барнаула, руководителя исполкома Всероссийского народного фронта, а также его регионального отделения. Тысячи и десятки тысяч людей Алтайского края отвлекаются, помогают, собирают. Кто-то средства, кто-то маскировочные сети, кто-то бледажные свечи, кто-то шьет балаклавы, кто-то помогает предприятию той продукции, которая необходима. Поэтому помощь нам многогранна, и многие вещи зачастую не в публичной плоскости. Кстати, в рамках встречи было отмечено, что благодаря активной деятельности всех неравнодушных Алтайский край занимает достойное место в стране по оказанию помощи мобилизованным гражданам. Мы продолжим всемирную поддержку ваших инициатив. Совершенно понятно, что мы работаем синхронно, помогаем другу, осуществляем какие-то совместные проекты и готовы делать это. Юлия Щепина, День с толком. В Алтайском крае начал работу общественный штаб по наблюдению за выборами. Сейчас формируют группу по 50-60 человек из желающих стать наблюдателем на сентябрьском голосовании, чтобы начать обучение. Первыми лекции планируют провести для преподавателей. Эксперт штаба и независимого общественного мониторинга Алексей Чесноков рассказал, что с каждым годом процедура выборов законодательно усложняется, в том числе из-за нововведений. Например, в сентябре в крае впервые пройдет дистанционное электронное голосование. Наблюдение за этим форматом станет отдельным направлением работы штаба, а набирать туда будут специалистов IT. Также в штабе сформируют направление по взаимодействию с органами власти, мобильного реагирования, мониторингово-аналитическую и информационную группы. К выборам на пост губернатора Алтайского края штаб должен обучить наблюдателей, которые будут работать на 75 территориальных избирательных комиссиях и более чем в полутора тысячах участковых. На рынках Барнаула появилась первая лесная земляника. Правда, пока ее не так много. Специалисты говорят, что массово поспевать ягода начнет к концу июня. Тогда и на прилавках ее будет больше. Но ягоды уже торгуют в домашней сдаче огородов. Почем нынче витамины, выясняла Юлия Щепина. Витаминная добавка к рациону уже поспела. На улицах и рынках вовсю начали продавать домашнюю ягодку. Ягоды в этом году поменьше и помельче, говорят бабули на рынке. Погодные условия подкачали. Хорошо берут? Ну как? Когда хорошо, когда как. Ценник, кстати, такой же, как и в прошлом году. В среднем клубника садовая 200 рублей за пол-литровый стаканчик. А вот жималось подешевле 150 рублей. Ребенку хочется что-то уже такое наше. Потому что привозное все было. Тоже по 250 рублей продавали. А это вроде как наше. И самое главное, что сегодня утром она собирала. Мне вот это больше всего. Здорово. Как думаете, дорого, недорого? Я считаю, наверное, дорого. Покупатели думают, дешевле уже не будет. Однако продавцы утверждают, чем ближе к осени, тем дешевле. Как цены формируете? В зависимости от предложения. Ну то есть от соседей, да? Я правильно понимаю? Чем больше, тем дешевле. Чем больше на базаре ягод, тем она дешевле. Когда ее меньше, она дороже. Однако есть и продавцы, которые продают ягоду гораздо дороже. На 100 рублей. Причем за стакан 0,33. Я знания имею, я всю зиму в компьютере сижу и все отслеживаю. Я как кошка за воробьем гоняюсь за знанием. Вот мало того, сорт хороший иметь, да? Вот чтобы он не затекал, чтобы он красивым был. Надо еще агротехнику знать и уметь делать. И делать ее, девушка, делать. Вы знаете, когда качественный товар, качественный, вкусный, хороший. А самое хорошее, его качественно выращивать, без всяких яда химикатов. Травки зарубить, запаривать. И поливать этим, а не всякой химией. Все своими ручками. Вот видите, какие все ручки у нас. Все своими ручками, ножками. Не хватает немного пенсии. Стаж большой, педагогический. О, вот как. Да. Пенсия, соответственно, педагогическая, поэтому и здесь. А вот лесной клубники почти нет. Говорят, пожгла жара. Зато цветы и рассада в изобилии. Есть даже сосновые шишки, полезные для здоровья. Недели через три пойдет и малина со смородиной. Кстати, торговаться никто не запрещает. Да и вечером можно получить хорошую скидку. 50, а то и 100 рублей. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. С лучшими выпускниками школ встретился губернатор Виктор Томенко. Поблагодарил за отличные результаты в учебе и отметил, что их успехами гордятся не только близкие, но и малая родина. Руководитель региона призвал юношей и девушек и в дальнейшем работать на развитие и процветание родного края, чтобы он стал еще более привлекательным для жизни. Экзамены позади можно выдохнуть. Виктор Томенко отметил, что Алтайский край нуждается в квалифицированных кадрах. Поэтому наши университеты готовы создавать все условия для получения качественного образования. Алтайский край вас очень нуждается. По всем направлениям нам нужны сотни и даже тысячи специалистов, высокообразованных, молодых, перспективных, имеющих стремление вот эти вот рамки возможного, доступного, как-то продвинуть дальше и выше. Губернатор пообщался с ребятами и в неформальной обстановке на площадке, недавно открывшейся точки кипения на базе классического университета. Выпускники рассказали о своих школьных достижениях, а также поделились планами на будущее. Губернатор, в свою очередь, поинтересовался, как, по мнению лучших выпускников, сделать регион более привлекательным для молодых специалистов. Наш Алтайский край богат мастерами спорта, мастерами спорта международного класса. Но происходит большая проблема того, что они уезжают в большие регионы из-за того, что там предлагают им более выгодные условия, больше льгот. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что возможно создание каких-то небольших хотя бы льгот для спортсменов. Например, бесплатный приезд для кандидатов в мастера спорта или для действующих членов сборного Алтайского края. Мне кажется, самое главное – это образование, потому что, получая качественное образование, человек устраивается на ту специальность, которая ему необходима, от которой он сам в дальнейшем будет получать удовольствие и, соответственно, приносить пользу нашему краю. Губернатор напомнил, что учебные заведения края входят в число лучших в России. И если ребята выберут их для дальнейшего обучения, то не прогадают и точно станут профессионалами своего дела. Вузы региона в этом помогут. А пока впереди праздничные выпускные, которые пройдут с 22 по 30 июня. Дмитрий Дроздов, день с толком. Естественного аквариума в просторный водоем. 200 годовалых карпов кои сегодня обживаются в пруду изымрудного парка. Посетители пока не могут вдоволь полюбоваться цветными рыбками. Малыши еще только привыкают к новому пространству. Валентина Аскерова прогулялась вдоль пруда и вместе с руководителем парка покормила новых обитателей. Красные, желтые, оранжевые рыбки. Пока небольшие, всего 15-20 сантиметров. Кои славятся разноцветным окрасом. Выращивать этих декоративных рыб начали в Китае и Японии. После эту моду подхватил весь мир. Сегодня такие красавцы есть и в крупнейших парках России. Таких, как Московский парк Заряди или Краснодарский парк Галицкого. И вот теперь у нас в Изумрудном. Она неприхотливая. Даже может питаться остатками растительности или еще что-то, что падает в пруд насекомыми. Достаточно неприхотливая рыбка. И в то же время красиво радует глаз. Сколько средств на них пришлось потратить? Ну, это друзья парка нам помогли. Это не средства парка. То есть, насколько я знаю, порядка 60 тысяч эти рыбки стоили. Эти рыбки не для ловли. Ловить здесь не надо рыбок. Это как раз для того, чтобы люди радовались, чтобы было красиво. Сейчас карпы Кои редко показываются людям. Они прячутся. Возможно, их пугают те, кто катается на лодках, на катамаранах. Им нужно время, чтобы освоиться и показаться людям. Отпугнуть рыбу могла и тренировка флайбордистов, которая на днях прошла в парке. Руководитель Изумрудного заверил, что это была разовая история. Подобного больше не будет. Владислав Вакаев добавляет, что сейчас делают все возможное, чтобы красивых рыбок могли увидеть все посетители и в любое время. Это специальный корм. Он разработан как раз для кормления рыб такого рода. Поэтому закупили его немного. И для того, чтобы можно было подкармливать рыбу. Он в виде таких, как кукурузной палочки. Он легкий. И вот его бросаешь в воду. Если Кои получится прикормить, появится новая точка притяжения. Мы хотели сделать даже такой небольшой аттракцион, чтобы люди могли приобретать корм и кормить этих рыбок. И радовать себя, и, соответственно, рыбкам помогать. В этом году Кои запустили в тестовом режиме. Если эксперимент удастся, то в следующем сезоне подумают о новых видах рыб. Я, конечно, не рыболов и не рыбак. Но очень было бы интересно видеть какие-то, наверное, интересные виды, чтобы они подплывали, на них можно было как-то посмотреть. То есть наслаждаться видом и рыбками здесь. Зимой пруд будет перемерзать. Кои выловят и отправят на зимовку в более тепличные условия. А когда в город вернется тепло, вновь выпустят водоем. В Европе много искусственных водоемов, многие из которых тоже заселены карпами. Рыболовы, а также обычные посетители даже дают им имена. Во Франции был карп по имени Мэри, в Германии Нептун. Кто знает, может быть в будущем карпом Кои и здесь дадут имена. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.